всем привет всем шалом мы снова с вами вместе и вместе с вами будем изучать наши прекрасные качества сейчас потихонечку все будут присоединяться и мы начнем сегодня с вами говорить про качество гордости да в прошлый раз мы просто поговорили в принципе о человеческих качествах сегодня наша с вами тема это гордость скромность и хорошая самооценка мы с вашего позволения начнем с нескольких цитат о гордости цитаты будут в основном сегодня самых-самых великих еврейских авторов до которые пишут о гордости и один из моих главных помощников сегодня будут малбим и рамхаль очень часто мы путаем что же такое гордый человек скромный человек нам кажется часто что скромный человек такая серая мышка который не знает своих талантов не знаешь своих способностей поэтому он такой скромненький шалом шалом рада очень всех видеть на самом деле сегодня мы посмотрим на эти замечательные три качества гордость скромность и хорошая самооценка глазами торы и посмотрим как это все на самом деле и так говорит малбим о том что гордость это иллюзия а не реальность то есть человек гордый на самом деле живет в полной иллюзии он думает что он выше других, и из-за этого он не видит своих промахов, ждет похвалы от других и смотрит свысока на людей, которых считает ниже себя. Итак, давайте еще раз это повторим, потому что это как некие симптомы нашей болезни, да, у каждой болезни есть симптомы, и когда мы хотим работать над собой, нам очень важно честно посмотреть на себя и спросить себя, насколько эти симптомы, возможно, касаются меня. Итак, гордый человек — это тот, который не видит своих промахов, то есть если вы тяжело очень воспринимаете критику, и как только вам что-то пытаются намекнуть, что вы делаете не совсем так, вы чувствуете ужасную боль, то, возможно, это связано с гордостью. Также такой человек ждет похвалы от других, да, он все время ожидает, выжидает, клянчит эту похвалу, потому что он на самом деле не уверен в себе и смотрит свысока на людей, которых считает ниже себя, да. Вот таких три симптома нашей с вами болезни и гордости пишет Малби. Я думаю, что многие из вас обратили внимание на то, что вообще-то в нашем обычном понимании это симптомы низкой самооценки, человек, который ждет похвалы, который не достаточно уверен в себе, который смотрит свысока на других, который выклянчивает комплименты. В нашем понимании это обычный человек с комплексами, обычный человек с заниженной самооценкой, и здесь мы впервые видим такую новую идею в лауреизме, что на самом деле гордость и низкая самооценка — это очень близкие вещи. Нам всегда казалось наоборот, что гордость — это по одну сторону, низкая самооценка по другую, но на самом деле это не так. На самом деле корень гордого человека, корень гордеца — это тоже те же самые комплексы, это та же самая низкая самооценка, и из-за этого он часто будет как компенсация смотреть над других свысока. Замечательно. Уже первый вывод мы сделали. Давайте пойдем дальше и подумаем вообще, откуда эта гордость появляется и как понять, каким образом не попасть в эту ловушку гордости, потому что очень скоро мы поймем, насколько... Спасибо большое, спасибо, Гольда. Пишет нам замечательные пожелания. Говорит Рамхаль, что разные люди чувствуют гордость на разные темы. Кто-то гордится из-за своей мудрости, кто-то гордится из-за своей красоты, кто-то гордится из-за своего ума, но неважно, из-за чего на самом деле человек гордится, потому что если мы присваиваем себе какое-то хорошее качество, то я уже в опасности от падения в яму гордости. Друзья мои, это очень интересно. Что здесь другими словами сказано? Написано, что если человек вообще присваивает себе любое качество, он говорит, я красивый, я, не знаю, скромный, я талантливый, то получается, что он может вот-вот-вот, он идет под лезвию ножа, он может буквально сейчас упасть в эту яму гордости. Мне кажется, это сегодня самая важная фраза, которую мы с вами сегодня приведем. Почему? Потому что как не попасть в яму гордости? Как не стать гордым человеком? Как сохранить хорошую самооценку и при этом не упасть в яму гордости? Оказывается, все очень просто. Нужно просто понимать, что все, что у меня есть, все мои хорошие качества, все мои достоинства, как врожденные, так и приобретенные, у меня есть благодаря Всевышнему. Это не просто я такая молодец. Даже если я приобрела это качество, даже если я над собой работала тяжело и упорно, то все равно мне помог в этом Всевышний. Он дал мне людей, которые мне помогли над этим работать. Он дал мне литературу, он дал мне умение анализировать себя и свои качества. Он дал мне все эти возможности, и благодаря нему у меня теперь есть это качество. Как только я присваиваю это себе, я говорю, что я добилась этого успеха, потому что я такая молодец, потому что я готовилась, потому что я вкладывалась, то человек опять же уже вот-вот упадет в эту яму гордости. И какой будет следующий этап после того, как человек упадет в эту яму гордости? Написано, что он будет радоваться промахам и неудачам других людей. Представляете, нам это кажется так ужасно, но на самом деле очень часто, когда кто-то слышит про то, что у кого-то что-то не получилось, кто-то потерял работу, у кого-то проблемы, к сожалению, люди этому радуются, потому что они как будто бы находятся постоянно в каком-то соревновании. У него все плохо, значит, у меня не так плохо. И вот это тоже признак гордости, если человек не умеет радоваться за удачу других людей, а наоборот, не дай бог, радуется, ликует, когда у других что-то плохо. Кроме этого, мы сегодня разберем эту болезнь гордости максимально обширно, максимально широко, насколько нам позволит наше с вами время. Написано, что из-за гордости мудрецы начинают деградировать, потому что они перестают учиться. Что же очень интересно, бывает такое, что человек ходит с таким, знаете, подходом, я уже все это знаю, я уже все это слышал, мне уже сто раз про это все говорили, я вам сам могу все это преподавать, да? Это значит, что человек на самом деле очень гордый, потому что вы прекрасно знаете, что иногда мы слышим одну и ту же мысль в разном изложении, в разные периоды нашей жизни, и мы каждый раз открываем в этом что-то новое, да? Поэтому еще одна проблема гордеца, что он не может учиться, ему кажется, что он круче, лучше, важенее всех остальных. И, конечно, это тормозит его очень сильно в его развитии. Кроме этого, написано, что постепенно мудреца, гордеца, извините, перестанут уважать, да? Так написано, что те, у кого есть гордость, в итоге все его будут считать незначительным. То есть мы на самом деле очень часто чувствуем, когда другие смотрят на нас или просто на окружающих свысока, и такой человек очень быстро теряет уважение в наших глазах. Посмотрите, как глубоко и тонко разбирается Толя в психологии человека, да? Что сначала этот человек, он может, конечно, держать всех, да, там, в ежевых рукавицах и делать вид, что он такой гордый, что он лучше, что он круче, что он там повелевает кем-то. Но по факту люди очень быстро потеряют такому человеку уважение. И самое страшное, почему мы на самом деле, раскрою вам секрет, начали именно с этого качества гордости, потому что написано, что такой человек гордец, он не может подчиниться ни одному авторитету, включая авторитет Творца. То есть горделивый человек, он не сможет служить Всевышнему, он не сможет по-настоящему иметь связь с Творцом, потому что его убивают, бесят, раздражают все авторитеты. Для него есть только один авторитет, это он сам. И поэтому он не может жить с Творцом в одном помещении, в одном месте. Ему мешает Творец этого мира, потому что он не готов подчиняться никому. И про него Всевышний говорит, он и я не могут существовать в одном мире. То есть Всевышний прекрасно понимает, что именно качество гордости будет всегда отталкивать человека от него. И если вы помните такую интересную вещь, что первый человек Адам Аришон, он как раз таки понимал, что самое страшное, что может с ним случиться, что он будет гордиться, ему было чем гордиться. Вы помните, что у него были невероятные возможности, невероятные качества и так далее. И поэтому он сам называет себя Адам. От слова Адама – Земля он не хочет гордиться. Он всегда хочет напоминать себе, что он из Земли, что он всего лишь прах, да, он всего лишь плоти, кровь, чтобы он не возгордился. Поэтому вот эта идея про гордость на самом деле преследует человека с самого начала его существования. У нас есть с вами один известный очень герой, который был очень горделивым. И мы можем немножечко просмотреть, как сложилась его жизнь. Такой герой – это один из главных героев пуемской истории. Я думаю, что многие из нас ее знают. Это герой, которого зовут Амана Раша, да, Аман-злодей. Мы знаем про Амана, что это человек, у которого на определенном этапе своей жизни было все. У него были деньги, у него была семья, у него была власть, у него был престиж, у него было уважение. Он был вторым человеком после царя. У него была только одна проблема, да, такая, честно говоря, смешная проблема, что один еврей Мордехай ему не кланялся. Великая проблема, да, один человек государства ему не кланялся. И как он говорит своей жене, он говорит, мне все, что у меня есть, ничего не стоит, пока этот человек Мордехай мне не будет поклоняться. Вы понимаете, что происходит, да? То есть человек гордец, он ничего его не удовлетворяет, у него может быть все на этом свете, но что-то пошло не так, что-то пошло не по его плану, и он бесится, он не может с этим жить, он не может ничего ценить, ему все плохо, потому что у него нет одной какой-то вещи, которая вот сейчас ему очень нужна. Это тот человек, у которого может быть все, но он чувствует, что у него ничего нет, и он не может из этого брать никакого удовольствия. Вот если, к сожалению, вы знаете таких людей, мы, наверное, каждый из нас на каком-то этапе, у нас есть такая проблема, что у нас чего-то одно не получается, или идет не по нашему плану, и мы сразу начинаем, да, закипать, и расстраиваться из-за этого. Опять же, это симптом гордости. И написано, что такого человека маленький ветер может пошатнуть. То есть, еще раз, гордец, он все время, ему необходимо доказательство, какой он молодец, какой он молодец, какой он молодец. И если в какой-то момент он этого не получает, у него все, у него почва уходит из-под ног. Поэтому я просто хочу, чтобы мы все с вами прочувствовали, насколько быть гордецом – это невыгодно, насколько это тяжелая жизнь и тяжелое существование. И поэтому, вы знаете, что есть очень много в иудаизме законов, которые касаются царя, чтобы царь не возгородился. Поэтому он должен все время носить с собой свиток Толя, он должен постоянно быть прикреплен к Всевышнему, он должен молиться в согнутом состоянии постоянно, да, для того, чтобы не возгородиться и помнить, что твоя власть, все твои таланты, все твои способности, все твои, все твои имущества – это то, что подарил тебе Твоец. Итак, давайте сделаем маленькое-маленькое такое вывод из того, что мы сказали, и начнем немножечко, у нас осталось несколько минут, чтобы вас не перегрузить, мы начнем немножечко-немножечко говорить про хорошую самооценку и на самом деле продолжим в следующий раз. Итак, мы с вами сказали, что гордость – это иллюзия, что гордый человек, он живет постоянно в иллюзии о том, что он лучше, чем другой. Мы сказали, что как только я начинаю присваивать мое качество себе, да, как только я чувствую, что это из-за меня, это я такая молодец, это вот я постаралась, это вот я нашла нужные контакты там и так далее, и поэтому у меня все получилось, то я уже в миллиметре от падения в яму гордости. Мы также сказали, что быть гордым человеком очень невыгодно, потому что постепенно все теряют к нему уважение, потому что он сам не может радоваться ничему, потому что любая вещь его может пошатнуть, и он постоянно-постоянно ищет этого уважения, какого-то почтения, которое понятно, что люди не всегда готовы нам оказывать. Кроме того, это везет его к тому, что он забывает творца, он не может быть с ним в одном месте, он будет постоянно конкурировать со всем лишним, и это то, что мешает ему учиться воспринимать информацию и расти соответственно. В следующий раз, дорогие мои, мы с вами начнем с того, что такое, спасибо большое вам, Александра, мы поговорим про самооценку, мы поговорим о том, на чем строится эта самооценка, мы скажем, насколько важно человеку в этом мире иметь хорошую самооценку, что на самом деле большинство наших проступков, большинство наших грехов — это следствие заниженной самооценки, и на самом деле то, что мы называем гордостью, то есть завышенная самооценка — это тоже часто заниженная самооценка, то есть на самом деле пока мы с вами не найдем вот этот вот тонкий мостик в виде хорошей самооценки, в виде того, что мы будем ценить себя, любить себя, знать, что мы умеем, использовать свои сильные качества, понимать, что они все от творца, пока мы все вот это не найдем, мы на самом деле будем постоянно метаться между низкой самооценкой, гордостью, гордостью, низкой самооценкой, То есть нас постоянно будет заносить или в одну сторону, или в другую сторону, и мы не сможем быть спокойны, окей? Поэтому на самом деле, когда вы на этой неделе будете видеть людей, которые будут казаться вам очень гордыми, очень смотрящими свысока, знайте, что на самом деле корень их проблем — это заниженная самооценка, это большие комплексы. И только человек, который знает свои хорошие, свои сильные стороны, и при этом он понимает, что они все от Всевышнего, и он должен реализовывать их во благо этому миру, во благо Всевышнему и так далее. Только такой человек на самом деле будет в глубине души очень счастлив. Я желаю всем удачи, хочу попросить всех немножечко по тем симптомам, которые я перечислила, подумайте, есть ли у вас какие-то проявления гордости, потому что самое важное — это обнаружить и проработать. И в следующий раз, в следующий четверг с удовольствием рассмотрим с вами основы хорошей самооценки, которая на самом деле является ключом для всех хороших отношений в нашей жизни. Всего вам доброго, хорошей недели, будем на связи.